Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, что мне понравился ответ Кудрыщева и Игоря Леонидовича. Я рекомендую вам обратить на него самое пристальное внимание, если вы хотите реально решить проблему. Если вы хотите действительно поменять ситуацию, хотя вы упомянули в своем тексте, что меняться вам поздно и так далее. Что я увидел? Что я увидел у вас в тексте вообще? У вас в тексте вообще я увидел некую такую, может быть, обиду, может быть, некое сформировавшееся ироническое мнение, некую такую позицию, некую позицию по данному вопросу и по вопросу отношения, ну, по вопросу отношений. И из этого я делаю вывод, что вы ответы на ваш вопрос будете воспринимать именно с точки зрения своей позиции, а не с точки зрения любопытства, не с точки зрения принятия и познавания чего-то нового. Исходя из этого, представляется довольно затруднительным вам что-либо говорить, что-либо рекомендовать, что-либо раскрывать и, наверное, даже что-либо рекомендовать. Дизлайков вы не ставите, но по дополнению я увидел, что вы склонны вступать в дискуссию, а ведь вы пришли к нам за помощью, не за дискуссией, а за помощью. Поэтому, Ирина, определитесь, пожалуйста, с тем, чего вы хотите. Если вы хотите подискутировать и пообсуждать, это можно сделать на других ресурсах, где люди приходят специально для этого. Здесь же, на данном ресурсе мы работаем. И работа, к сожалению, подразумевает общение, подразумевает взаимодействие, но не подразумевает спор и дискуссию. В частности, с психологом. Такой вот небольшой вводный курс я хотел сделать, чтобы вы сразу поняли, где вы и с кем вы имеете дело. Потому что подозреваю, что и на мой ответ вам захочется написать дополнение. Я, в принципе, не против, но одно дело, если это дополнение по существу, другое дело, если это просто спор, если это просто какая-то дискуссия, высказывание своей позиции. Теперь давайте по факту. Два момента, которые есть у вас в тексте. Вообще, вы много написали, но по большому счету все сводится к одному. Меня использовали, я встречалась в отношениях, я не была счастлива или была на недолгое время. Мужчины не дарят мне подарков. Вот, по сути, эти моменты вы и раскрываете. Здесь есть, как я уже сказал, два момента. Первое, что для вас такое подарки, чем они для вас так важны. И второе, это причина, по которой мужчина не хочет дарить вам эти подарки. Если не хочет, если не хочет, если он не дарит, значит у него нет на это желания, значит у него нет мотива. Нет мотива, нет мотивации вам дарить. А мотивация напрямую зависит от того, как вы себя с ней ведете. То есть, имеет место быть женская модель поведения, которая безусловно нуждается в коррекции. Быть может, вы ведете себя слишком по-свойски. Быть может, вы ведете себя слишком независимо. Быть может, вы недостаточно женственно проявляете себя на уровне взаимодействия и поведения. Я не говорю про секс, не говорю про интимные отношения, а именно про вот то, что вы имеете, ну про то, что вот доступно мне, исходя из того, что имеет место быть. И здесь нужно анализировать ваше поведение, именно женское поведение. Анализировать все отношения, в том числе и отношения с отцом. Да, они были хорошие. Да, отец дарил вам подарки. Но очень важно понять, как именно он это делал. И как именно вы воспринимали эти самые подарки. Воспринимали ли вы их как должное? И считаете ли вы подарки чем-то должным? Или вы считаете подарки необязательным, но приятным бонусом к отношениям? Наздорожил меня тот факт, что когда вы не увидели подарка в руках мужчины, у вас пропал романтический настрой. Вот прямо наздорожил меня этот факт. Конечно, подарок получить приятно, но он необязателен. И вот здесь, на мой взгляд, прямая связь с вашим отцом. Если ваш отец дарил вам подарки и много дарил подарки, то очень важно понять, какова была его мотивация это делать. Вот вы говорите так. Он обещал делать подарки мне и маме. Вполне возможно, что он вас просто баловал. Вполне возможно, что заглаживал чувство вины. Не знаю. Это нужно анализировать, но 100% что именно из отношений к отцу вы вынесли свое отношение к подаркам. Может быть вы представляете с мужчинам высокомерный, закрытый, замкнутый, холодный, слишком, на более глубоком уровне. Тут на самом деле нужно, можно точнее только гадать. Что меня еще насторожило в вашем тексте, это то, что самые длительные отношения у вас были с мужчиной, который женат. И после этого вы мне будете говорить, что у вас все хорошо с самооценкой. Серьезно? Ирина. Женщина, у которой все хорошо с самооценкой, никогда не будет встречаться с женатым мужчиной. И никогда не позволит мужчине приходить к себе домой только для того, чтобы поесть. Понимаете? И никогда не будет заниматься благотворительностью. Да? Да, Ирина. Это дальниженная самооценка. Вот. И дело здесь не в том, что вам нужно выклянчивать подарки. Дело здесь не в том, что вам нужно бросить их. Дело не в этом. Выклянчивать подарки, конечно, не нужно. А… 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 Значит… A 부at Serek не в том, что есть, что вы Выклянчиваете подарки. Делать здесь в том, еще раз повторю, как вы себя ведете, в какой посыл вы доносите мужчину. Вот он с вами общается, вот он с вами взаимодействует, да, и у него создается некий ваш образ. И, по неким причинам, в этот образ не входят подарки. Почему не входят? Это вопрос, интересный. Так, значит, вы пишите, так, я просто как интеллигентный человек не могу выключить подарки, но мне, как любой женщине, было бы приятно получать их. Я согласен, подарки это знаки внимания, но здесь, мне кажется, вы не чувствуете себя достаточно значимой. То есть, понимаете, вот, обожание вашего отца, обожание и дарение подарков, это не все в отношении. То есть, при обожании и при дарении могут оставаться неиспользованными другие каналы взаимодействия между отцом и, например, ребенком, да. И этого вы можете просто-напросто не замечать, этого вы просто-напросто могли не увидеть. То есть, вы считаете нормой то, что было у вас, при этом не замечаете того, что было не нормой, потому что, ну, просто вам вот так вот, ну, вам так внушили. Вот. Короче говоря, здесь наблюдаются противоречия Ирины. Отношения с отцом были хорошие, а с мужчинами отношения не получаются. Были бы отношения с отцом действительно хорошие, качественные, чувственные, близкие, ну, эмоционально, эмоционально близкие. Вот. И вы сами уже давно построили бы семью и были бы матерью. Раз этого нет, значит, отношения именно там. Не исключаю, что может быть проблема не в отце, а в матери, потому что именно мать – это эталон модели женского поведения. И, будучи девочкой, вы копировали модель поведения у нее, и то, как вы ее скопировали, является чем-то деструктивным именно в плане построения отношений с мужчинами. Вы поймите, подарки – это ворчина Айберга. Вы не построили отношения, вы не создали семью, да? Вы не стали мамой. Ну, я не знаю, вот вы не хотите детей, но, я думаю, бля, кто все-таки хотели создать, понимаете? Вот это ворчина, это уже более важный момент. Разберем это, и подарки появятся сами с собой. Из того, что могу предположить прямо сейчас, из того, что могу предположить прямо сейчас, это то, что вы для мужчин выступаете слишком сильными и подавляете их мужской начал. И они просто-напросто не чувствуют себя с вами мужчинами, и из-за этого у них нет мотива дарить вам подарки. Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам, то, что могу вам, вот, сейчас дать в качестве обратной связи. Либо у вас нет ощущения, что вы значимы, и отсюда вы чувствуете, что вы недостаточно значимы, и пытаетесь, используя свои ресурсы, стать более значимыми, но тем самым подавляете мышку мужчин. Или все-таки это занятия на самооценке, или деструктивные отношения с отцом, ну, или с матерью. Вот. Но только в такой форме, в какой вы не видите эту. Это как мне видится, это как видится мне, ну, с учетом, еще раз повторю, ответ моего коллеги Игоря Леонидовича, который раскрыл вам несколько подходов, да, в том числе, поведенческую, поведенческую терапию и когнитивную, когнитивную терапию, терапию. Вот, когнитивный подход и поведенческий. Вот. Поэтому я думаю, что в этих аспектах тоже есть верно истины. Они об этом мне не говорили, потому что об этом уже сказал мой коллега. Ну, вот. Я просто раскрываю вот то, что видится мне. И, знаете, вот сама позиция, сама позиция ваша. Не говорите мне, пишите вы, что у меня заниженная самооценка. Психоанализе, психоанализе, это прямое доказательство того, что у вас она занижена. Психоанализе, это защитный механизм у вас, защита. Ну, вот. Далее идет рационализация. Я просто как интеллигентный человек не могу заклячивать подарки, но мне, как любая женщина, было бы приятно их получить. А это рационализация. Тоже механизм защиты. Я всегда искренне относился к мужчинам, всегда старался делать им что-то приятное. Если приглашала в дом, то старался накормить повкуснее. Может быть, в этом все дело? Может быть, в этом все дело? Слишком активное, слишком активное поведение у вас было? То есть, мужчина чувствовал, что вы делаете все для него. Мужчина чувствовал, что вы берете дело в свои руки и подарки вам дарить не обязательно. Понимаете, подарки дарят в том числе еще и для того, чтобы женщину привязать к себе. Чтобы показать ей, что она важна, что она ценна, что она дорога. А мужчина этого не делает. Значит, он не боится вас потерять. То есть, вы задаете у мужчин такой образ, такую мысль, что вас они не потеряют. Или потеряют, но это для них не болезненно. Ничего страшного в этом нет. Вот то, что можно сказать вам по поводу. Ну и вот здесь вы пишете, я росла в полной благополучной семье. Это нужно исследовать. Исследовать. Это нужно исследовать. Еще раз повторю, с точки зрения психологии, да, у вас неблагополучная семья. Она полная, но неблагополучная. Потому что, ну, вот ваш жизненный путь на это указывает. Тут вот хоть что угодно доказывай, но если вы не смогли построить отношения с мужчинами, то дело все в семье. Вам не привили женскую модель поведения. Вы не научились нормально взаимодействовать с мужчинами на примере отца. Значит, неужели отец так и останется в моей жизни единственным мужчиной, от которого я видел заботу и внимание? Ну, знаете как? Вот опять. От которого я видел заботу и внимание. А вы сами о себе заботитесь, вы сами себе, сами себе внимание даете, вы сами себя цените, если вы позволяете себе общаться с мужчиной, который безработный, безденежный, который, там, приходит к вам поесть. Вот это как вопрос, насколько вы себя цените и так далее. Да, вы говорите, что я не общалась там с ГБТО, я общалась только с довольно обеспеченными мужчинами. Верю. Верю. Но интеллигентность, интеллектуальность, образованность, это не показатель самооценки. Но это не показатель. Хотите видеть проблему в мужчинах? Пожалуйста, право ваше. Хотите видеть проблему в других людях? Пожалуйста, право ваше. Но если вы хотите реально что-то изменить, то проблему нужно видеть в себе, в вас. Я допускаю, что дело здесь может быть не так очевидно, да? То есть понятно, что нужно разбирать ваши отношения с семьей, понятно, что нужно подробный рассказ про отца, про вас, про вашу маму, про взаимодействие между вами всеми, вот, это все понятно. И вот уже там будут выявляться какие-то определенные, определенные моменты. Я бы сказал, что у вас есть сценарий на одиночество. То есть есть запрет на сближение с мужчинами. А кто вам дал этот запрет? Это неизвестно. Может быть, родители. Может быть, какая-то другая фигура, фигура значимая, которая была. А может быть, первая любовь, которая у вас была. Из этого вы сделали такой вывод. Понимаете? Может быть, некие завышенные ожидания от мужчин, что вот если мой отец дарит мне подарки, то и другие будут дарить. И когда-то вам подарки сразу не подарили, вы испытали разочарование, и разочарование стали переносить на других мужчин. А если человек разочарован, это чувствуется по его поведению, и, соответственно, считывается подсознанием, и человек ведет себя соответствующе. Вот. Что касается выклянчивания подарков, здесь, на мой взгляд, есть один тонкий момент. Я не буду углубляться в теорию, да, а просто скажу, ну, просто задам вам вопрос такой. Вот. Если я говорю, ну, вот мы с вами, да, или вы со мной лучше, давайте так, вы со мной, где-то вот там на улице, да, мы с вами гуляем, ну, представьте себе, что мы не пары, а просто вот знакомые, так скажем, да, познакомились недавно. Мы гуляем, что-то вы рассказываете мне, что-то я рассказываю вам, да, ну, как обычно происходит. И вы говорите, Андрей, вот было бы здорово, если бы ты подарил мне там то-то, то-то, то-то. Ну, понятно, да, неприятно, выклянчивание. То есть это уже, ну, по сути, это грубость, это нарушение, нарушение этикета, нарушение этикета, понятно, да. Вот. Так поступать нельзя. Безусловно. А если вы говорите, Андрей, вот, видишь вот ту вот, например, картину, я говорю, да, видишь, я так давно хочу ее получить в свою коллекцию, например. И здесь содержится посыл, что для вас эта картина важна, и что вам она нравится. И если мы с вами встанем близки, ну, более близко, да, сблизимся, то я буду знать, что как сделать вам приятно. При условии, при условии всего того, о чем я говорил до этого. То есть вопрос стоит так. Говорите ли вы своим мужчинам о том, что вам нравится? Говорите ли вы своим мужчинам о том, чего бы вы хотели? Просто. Просто. Ну, вот, говорят же, да, какой у тебя вкус, какое тебе, да, какое тебе нравится блюдо, какие тебе нравятся там, не знаю, искусства, произведения, да. Там, какие тебе нравятся, там, музыка какая нравится, да, вот это все. И здесь важно анализировать, как, в какой форме вы высказываете то, что вы хотите. Ведь обязательно в процессе обсуждения каких-то таких моментов выясняется, чего бы хотел человек. Понимаете? Я вполне сознаю, что могу говорить какие-то банальности сейчас, потому что, ну, может быть, вы все это знаете. Ну, вот, но, наряду с тем, что вам сказали мои коллеги, в частности, Игорь Леонидович, наряду с этим, я думаю, что и на это тоже стоит обратить внимание. Вот. Потому что ваш вопрос, который вы задаете, вот именно ваш вопрос, конечный вопрос, да. То есть вопрос, неужели, неужели отец так и останется единственным мужчиной? Это не вопрос, это, по сути, детское восклицание, это, по сути, инфантильная позиция, это проявление инфантильности. То есть отец так и останется единственным мужчиной, от которого я видела заботу и внимание. То есть вы здесь в роли такой, такой пассивной фигуры. Это не вопрос. Вопрос звучит так, правильно. Что я делаю не так, что мне мужчина не дарит подарки? Или что я могу сделать так, чтобы мужчина дарил мне подарки? И здесь нет слова, слова нет. Здесь нет отрицания причин. Причины могут быть везде. И могут быть в целомагубности в каждом элементе. Понимаете? Ваш вопрос, по крайней мере, ну, вы тут задаете несколько вопросов, да? Например, вот вы спрашиваете, на кой черт мне это благотворительное общество именно имени меня? Это тоже вопрос, знаете, некорректный, потому что это вопрос с подвохом. Типа, мы вам скажем, на кой черт? А вы такая сразу. А только не говорите мне, что у меня, это, отзаниженная самооценка. А только не говорите мне, что я там чего-то боюсь, я ничего не боюсь. Понимаете? Есть такая игра. Психологически она называется «Почему бы вам не... да, но...». Почитайте, а не в интернете, изучите её. Мне кажется, это отчасти право. И отчасти право может быть игра в ПСС, которая расшифровывается как «попался сукин сын», когда человек просто подознательно ищет ошибку другого. Не знаю, может быть я ошибаюсь, но то, что я прочитал, навело меня на мысль о том, что вот подобное может быть у вас. Если это так, если эти игры действительно про вас, то уже основываясь на них, можно будет делать какие-то выводы. Но, повторюсь, повторюсь, вы пишете «Разобраться с этим вопросом я хочу. Мужчины мне не дарят подарков». Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно подробнее общаться с вами. И с учётом вашего опыта, с учётом вашего возраста, общаться нужно, к сожалению, не один раз, если вы хотите получить действительно качественный, профессиональный ответ. К сожалению, ваш вопрос, ваш текст не даёт для этого информации, как и сказал опять же мой коллега. Вот. Вот так то, что я могу вам сказать. Так, ну, в общем, дополнение, которое вы написали, я понимаю вашу реакцию. Ну, вот. Не буду обсуждать ответ коллеге, но ваша реакция у меня есть. Просто я за ней, за реакцией и в целокупности с тем, что вы написали в своём тексте, да, как бы опережая нас, как бы заведомо говоря, это не здесь, это не Брайда, в это проблемы быть не может. Это навело меня на те мысли, которые я высказал. Вы не можете знать, в чём есть проблема, а в чём нет, потому что вы не эксперт, вы не специалист в области психологии. Знаете? Поэтому либо вы раскрываете всё и говорите, что проблема может быть везде, я хочу исследовать, я хочу работать, либо, если вы говорите, что где-то нет, ну, значит, вы сами решаете и возникает вопрос, а эксперты-то вам нужны? Тогда, понимаете? То есть, получается, такая противоречивая ситуация, что вы обращаетесь за помощью, вроде бы, как. Но при этом сами же говорите, что вот здесь не ищите, вот тут проблемы нет. То есть, тут я не собираюсь, не собираюсь давать адекватную обратную связь. Не собираюсь давать адекватную обратную связь там, где мне неудобно, там, где я не хочу. А если я где-то не хочу давать обратную связь, то, может быть, я и совсем не хочу разбираться в вопросе. Хоть об этом я рекомендую вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok